Добрый день! Вы на планете Агра. Канал для любителей сада и огорода. С вами я, Лидия. Сегодня хочу поговорить с вами про обработку винограда. В наше время существует довольно-таки большой список препаратов, которые можно делать обработки, которые вы можете купить не только через интернет, но и в обычном магазине. Мы сегодня хотим вам предоставить перечень тех препаратов, которых мы рекомендуем использовать при обработке винограда, для того, чтобы получить максимально здоровый урожай. Для начала хотелось бы рассказать о самых распространенных болезнях винограда. К ним относятся милдью и аидиум, то есть мучнистая роса и ложная мучнистая роса. Аидиум – это мучнистая роса. Проявляется она в виде серовато-белого налета не только на ягодах, но и на листьях. Изначально это поодинокие налеты пятнами на листьях, со временем они полностью покрывают весь лист. Споры этого гриба легко переносятся ветром с одного куста на другой. Ягоды начинают покрываться полностью, со временем они загнивают и, соответственно, перестают расти. Милдью – это ложная мучнистая роса. Проявляется она чаще всего на всей зеленой массе, то есть и на листьях, на ягоде и на лозе. Это темные пятна, которые со временем просто засыхают. Итак, перейдем непосредственно к обработке. Первую обработку очень важно сделать по голой лозе. Мы рекомендуем в этот период использовать препарат Брунька. Главное его преимущество, в отличие от медного и железного купороса, которые так привыкли все использовать, в том, что он комплексно работает не только от всех грибковых заболеваний, а также поможет уничтожить всех зимующих вредителей, в том числе и клеща. Вторую обработку мы рекомендуем делать в фазе двух-четырех настоящих листьев. В этот период можно использовать такие препараты, как Самши, Страж, Шави и Дилан. Эти препараты комплексно работают от двух заболеваний – от мучнистой и ложной мучнистой росы. Сейчас очень удобные выпускаются пакетики. Если вам необходимо использовать на своем участке, то есть не на большую площадь, можно покупать пакеты, которые идут в комплексе уже с инсектицидом, то есть препаратом от вредителей. Вы работаете профилактически и от вредителей, и от болезней. Через 7-10 дней сделайте повторную обработку. Препараты лучше менять. То есть, если в первой обработке вы использовали препарат Самши, вторую обработку сделайте или же Шавитом, или же Стражем. Они лучше сработают. Во время цветения химические препараты не используются. В этот период можно использовать боросодержащие препараты. Используйте, к примеру, хелатин-бор. Это способствует лучшему цветению и завязи. После цветения необходимо сделать еще 2-3 обработки. Также на винограде очень часто проявляется клещ. Возможно, вы видели на листьях пупыришки с внешней стороны. Это и есть клещ. Если все-таки на вашем винограде он есть, необходимо сделать обработку такими препаратами, как Актелик или же Вертимек. И помните, для получения здорового урожая лучше делать профилактические обработки. Лучше предотвратить болезнь, чем ее лечить. Правильная ранневесенняя обработка это гарантия того, что вы получите здоровый урожай. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если есть вопросы, задавайте в комментариях. Дальше будет много интересного. С вами была я, Лидия. И наш канал для любителей сада и огорода Планета Агра.